Иван Житков хорошо знаком зрителям по многим фильмам и сериалам, и сегодня он занимает достойнее место среди молодых российских актеров, считаясь одним из самых перспективных и востребованных. Родился Иван в 1983 году в Свердловске. Он рос обычным мальчишкой, не помышляя ни о театре, ни о кино, и после окончания школы собирался поступать в технический вуз. Но, как часто бывает, в его планы вмешался случай, и парень выбрал совершенно другой жизненный путь. Незадолго до окончания школы Ивану представилась возможность сняться в рекламном ролике, и оказалось, что он не только отлично сыграл небольшую роль, но и, обладая красивой внешностью, эффектно смотрелся в кадре. Этот случай направил мысли юноши в другое русло, и, окончив школу, он решил отправиться в столицу, чтобы поступить в театральный вуз. Что удивительно, Ивану с первой попытки удалось поступить в школу, студию МХАТ и стать одним из самых способных и перспективных студентов. Когда в 2004 году Иван получил диплом, то не было ничего удивительного в том, что на него обратил внимание Олег Табаков, и предложил ему сначала играть в своем театре, студии, а затем и в МХАТ и им, Чехова. Актер три года отдал театральной сцене, а потом окончательно переключился на кинематограф, так как здесь его карьера стала набирать обороты. И, действительно, начав сниматься с 2003 года, Иван за три года принял участие в 12 проектах, и успел завоевать популярность, чему в немалой степени способствовал военный фильм «Грозовые ворота», где он сыграл одну из главных ролей, которая стала настоящей визитной карточкой актера и до сих пор считается одной из лучших в его фильмографии. Кстати, в дальнейшем именно роли в военных проектах и принесли актеру широчайшую известность. Тем не менее, играя часто «Людей в погонах», Житков не стал актером одного амплуа, легко перевоплощаясь в совершенно разных персонажей. Начиная с 2010 года, карьера актера стала развиваться еще стремительней, и он начал регулярно появляться в популярных проектах, причем, исключительно в главных ролях. «Черная молния», сделано в СССР, «Наружное наблюдение», «Ночная фиалка», «Ради тебя», «Принц Сибири», «Соната для веры» — эти проекты не только принесли актеру широчайшую известность, но и показали, насколько многогранен его талант. Сегодня в творческой копилке Житкова уже собрано 64 роли в фильмах и сериалах разного жанра, но актер не снижает своей творческой активности, и в скором времени появится перед зрителями в трех новых проектах — это «Каспий-24», «Ланцет» и «Миленький ты мой». Глядя на плотный съемочный график актера, можно подумать, что он живет на съемочной площадке, забыв про свою личную жизнь, но это не так. В 2005 году Житков познакомился с актрисой Екатериной Семеновой, и, несмотря на то, что она была старше его на 12 лет, прожил с ней два года в гражданском браке. Вскоре после расставания с Екатериной, Иван повстречал девушку, которую захотел повести под венец. Это была актриса Татьяна Арнгольц. В 2008 году молодые люди расписались, а через год стали родителями очаровательной дочки Машеньки. Эта красивая пара казалась настолько счастливой, что многие посчитали их семейную жизнь идеальной. Тем не менее, через пять лет супруги развелись, чем вызвали удивление своих поклонников. Но причина развода так и осталась неизвестной, хотя бывшие супруги сумели сохранить теплые отношения, а Иван постоянно видится с дочкой и принимает участие в ее воспитании. Лишь только в 2016 году в жизни актера появилась новая женщина, это была модель Лилия Соловьева. Но, несмотря на то, что в 2017 году она родила Ивану сына, которого назвали Степаном, через год они расстались. Что вы об этом думаете? Пишите в комментариях. Понравилась статья? Нажмите палец вверх и подпишитесь на канал. У нас интересно?